Доброе утро! Меня зовут Марина Москаленко. Я рада приветствовать вас в студии утренней программы тем временем. На календаре 4 мая-понедельник. Первый рабочий день после первых майских праздников. Символично, что именно сегодня в Австралии отмечается День труда. Но несмотря на название, сегодня там никто не работает. Это официальный выходной. У нас же этот день рабочий. Я предлагаю положить легкий старт новой недели. И вот что вас ждет. Майские праздники продолжаются и хочется отметить их ударно, но не для кошелька. Антикризисные праздничные меры. В сюжете Кристина Ревенко. Автомат по продаже предметов роскоши и другие невероятные изобретения. Где и когда ставропольцы открывают купальный сезон? Чем индийские танцы отличаются от восточных и как придать своему образу неповторимость и загадочность, выясняем в рубрике подзарядка. Леса Ставрополя страдают даже не столько от мусора, сколько от самостроя и проезжающих здесь машин. Какие шаги будут предпринимать власти Ставрополя? Об этом сюжет Алена Островерховой. В небесной канцелярии трудились над недельными планами погоды. Придется ли нам по ним подстраиваться, расскажу совсем скоро. Любите ли вы месяц май так, как любят его англичане? В Британии на протяжении почти всех этих 30 дней что-то доотмечают. Причем многие праздники приходятся на понедельник. Вот так по-английски дипломатично здесь решили проблему понедельника дня тяжелого. Для нас этот понедельник тоже может стать легким, поскольку в финале недели вновь ждут праздники. Как провести выходные с пользой и с удовольствием расскажет Кристина Ревенко. Кризис ударил по карману, а за границей, пятизвездочных отелях и прочих дорогостоящих удовольствиях остается только мечтать. Но праздничные недели никто не отменял. И провести их нужно ударно, но не для кошелька. Бюджетные программы отдыха специально для вас. Притормозите, остановитесь, присядьте и просто отдохните. Мир и без вас прекрасно вертится. Понаблюдайте за прохожими. В конце концов, порой это довольно забавное занятие. Наскучило? Раскрывайте книгу. Детективы, романы, фэнтези, учебники. Выбор за вами. На свежем воздухе литература воспринимается лучше. Это доказано. Солнечные воздушные ванны. Покидать такой натуральной джакузи долго не захочется. Шашлык, гитара, песни у костра. Первые ассоциации с майскими праздниками. Но не поддавайтесь природному инстинкту. Не превращайте культурный пикник в асоциальный беспредел. И всегда держите на заметке правила скаутов. Мангал обязательно тушим, а мусор возвращаем в цивилизацию. Точнее, в первую встречную урну. Без жалости распрощайтесь с телевизионным пультом. Обменять этот чудо-прибор, например, на теннисную ракетку. Нон-стоп. Движение, движение, еще раз движение. Парочки сетов для начала будет предостаточно. Фигура скажет вам спасибо. Плюс заряда энергии хватит на целый день. Займитесь творчеством. Талант, специальные инструменты и атмосфера мастерской – необязательные условия. Разноцветные мелки, немного фантазии, бодрое настроение и хорошая компания. А что еще для счастья нужно? Благо, холста хватит на всех, и асфальт под вашим энтузиазмом расцветет радужными картинами. Шикарная альтернатива простым прогулкам. Почувствуйте себя туристом в абсолютно неизвестном городе. Посмотрите на привычные вещи под другим углом. Найдите компанейского спутника для сити-похода, отыщите путеводитель и изучите досконально уже вдоль и поперек исследованные достопримечательности. Обязательно обнаружите ранее незамеченные детали. Необходимое условие, удобная обувь и юношеский задор. Наконец, просто впадите в детство. Мульт просмотры, карусели в парке, килограммы съеденного мороженого и тонны сахарной ваты. Теперь-то вам это никто не вправе запретить. Отведите душу. Еще один совет. Превратитесь в эти дни в папарацци. Не забудьте фотоаппарат. Отчет надеемся увидеть на просторах интернета. Ну а самые личные снимки оформите в майский альбом. Пускай будущее поколение знает, как можно весело и незатратно отдохнуть в пределах города. Итак, скажите чиз. Праздничную программу прошли от пункта А в пункт Б Кристина Ревенко, Иван Жаталов, АТВ. И в продолжение темы отдыха. Тот, у кого есть такой домик, мог бы говорить, я не езжу на дачу, я езжу вместе с ней. Мобильный дом готов следовать за хозяином всюду. Со стороны он кажется почти игрушечным, однако внутри достаточно комфортно. Посмотрев на него, многим уже не захочется путешествовать с палаткой. О других необычных изобретениях и открытиях не самые обычные новости. Торговыми автоматами в наше время никого не удивишь. Они продают самые разные товары. Однако обычные аппараты не всегда могут удовлетворить нестандартные запросы покупателей. Эту проблему решает автомат в отеле Майами. Он может продавать товары стоимостью, внимание, до миллиона долларов. Будь то дизайнерские платья и даже автомобиль Бентли. Большим спросом пользуются и различные сувениры, вроде золотых наручников, а также футболок с рисунками на тему экономического спада. Вместо глобального потепления через несколько лет землю может ожидать похолодание. Такое мнение высказал профессор Лев Карлин, ректор Санкт-Петербургского гидрометеорологического университета. Он отметил, что наиболее распространенной точкой зрения среди ученых является та, что климат на протяжении минувших 150 лет имел выраженную тенденцию к постепенному потеплению. Математическое моделирование дает основания судить о неизбежном дальнейшем потеплении, причем не исключаются даже апокалиптические сценарии повышения планетарной температуры на 2-3 градуса Цельсия. Однако анализ космогеографических факторов приводит некоторых ученых к убеждению, что за 3-4 года все они пошли на убыль, и через несколько лет тенденция потепления климата сменится на его постепенное похолодание. Тем временем финские ученые выяснили, что жизнь рок-музыканта сопоставима с трудом рабов на галерах и рудниках. Врачи измерили температуру тела, решившихся на эксперимент, а также их сердечные ритмы, давление, объем легких, интенсивность кровообращения до и после двух концертов. Оказалось, что труд гитариста-вокалиста сопоставим с усилиями, прилагаемыми человеком, рующим траншею, передвигающим мебель и приводящим в движение небольшой механизм посредством мускульной силы. Плюс к этому концерт вызывает учащенное сердцебиение и повышает температуру. Полуторачасовое выступление нагревает тело до 38 градусов, а пульс подскакивает до 128-140 ударов в минуту. А самым удобным для жизни городом признана Вена. Точка отчета для определения уровня удобств служит Нью-Йорк. В рейтинге этого года учитывались как параметры, определяющие удобство инфраструктуры, это доступность медобслуживания, почтовых услуг, транспорта, наличие театров и ресторанов, так и более глобальные параметры, такие как экономическая стабильность в стране и уровень цензуры. В категории по всем показателям Вена занимает первое место. За ней следуют Цюрих и Женева. И вновь к событиям дня. Ровно 9 лет назад появился первый компьютерный вирус, и даже его романтичное название «I love you» не уберегло электронные машины от эпидемии. Уже на следующий день ущерб от вируса составил миллиард долларов, и это только в Северной Америке. «I love you» занесли в книгу рекордов Гиннесса, как самый разрушительный вирус в мире. Как уберечь свой компьютер от заражения? И какое наказание рискуют получить инфицирующие? Ольга Аблогина побывала в специальной больнице в стиле веб. Школьник регулярно посещает интернет. В интернете выложены исходные коды вирусов. Он может легко преобразовать этот вирус в то, что ему нужно, и начать заражать другие компьютеры. Список болезней компьютера можно назвать на московский манер «Пано создавали». Современным специалистам в сфере IT известны десятки тысяч компьютерных вирусов, которые распространяются по всему миру, приводя к целым эпидемиям. Если на рабочем столе тишь да гладь, в черепной коробке электронной машины могут твориться настоящие боевые действия. Примерно это выглядит так. Подхватить файловые инфекции можно через диалог компьютера и съемного диска. Будь то флешка, USB кабель или CD с данными. Но опасность номер один все-таки виртуальная паутина. Порно-сайты, на которых просто рассадник вирусов, я бы даже так сказал. Оказаться веб-червями могут даже программы антивируса, если их скачать из интернета. Плюс любые похищенные или купленные виртуальные программы, картинки, фильмы и музыка. Так что надежнее в борьбе с электронной чумой спасаться легальными лекарствами. Обходимо устанавливать инфекционное программное обеспечение, инфекционную антивирусную программу, которая будет следить, обнаруживать и удалять вирусные инфекции. Ведь если ситуацию пустить на самотек и до летального исхода недалеком, действия хакеров преследуются в России согласно уголовному кодексу. По статье 273 за создание, использование и распространение вредоносных программ для ИВМ. Нарушителям грозит срок лишения свободы до трех лет, а самым отчаянным виртуальным террористам до семи. И тогда фраза Game Over высветится не только на экране пострадавшего от виртуального взлома. Ольга Облогина, Сергей Шелученко.